Яна Троянова отметила свой 46-й день рождения на Филиппинах. Где она сейчас снимается в шоу «Последний герой» Актеры против экстрасенсов для канала ТВ-3. Сразу после того, как испытания участников были закончены, а совет племен определил участь одного из Робинзонов, ведущая вместе со съемочной группой и мужем Василием Сигаревым приняла участие в шумной вечеринке Местом действия стал остров Палаван, где Яна живет уже несколько недель. Новая ведущая «Последнего героя» похвасталась своими длинными белокурыми локонами, которые она отрастила для съемок, и этническими украшениями, шаманским ожерельем и кольцом, подаренным ей кем-то из участников съемок В праздничное меню помимо морепродуктов, рыбы, устриц, лангуста, вошло и традиционное филиппинское блюдо «Личо» — молочный поросенок, жареный на вертеле, без которого не обходится ни одно местное торжество При этом, ведущая пожаловалась, что уже устала от филиппинской еды, и призналась, что очень скучает по борщу и пельменин Говорят, где-то на большой земле есть русский ресторан, но нам некогда туда ехать В основном мы едим рис, он тут вместо хлеба, и я его уже ненавижу, — рассказала актриса Самым милой гостем дня рождения Яны стала ее собака по кличке Энми. Без пушистого питомца Троянова не смогла отправиться на остров Артистка призналась, что собачка — тоже настоящий герой. Ведь для того, чтобы быть рядом с любимой хозяйкой, ей пришлось целые сутки провести в замкнутом пространстве Эми летела с двумя пересадками, сначала с одного самолета на другой, а на сам остров собачку доставил вертолет Праздничный ужин в честь ее дня рождения завершился веселым концертом, в котором свои вокально-инструментальные таланты продемонстрировали, в том числе, и участники съемочной группы Шоу «Последний герой». Актеры против экстрасенсов стартуют на ТВ 3 2 марта. Проект будет показываться раз в неделю, в субботу Субтитры создавал DimaTorzok